Значит, всем добрый вечер, и мы возвращаемся к книге пророка Ехискеэля, и у нас очень трудная тема, которую мы уже начали обсуждать. Мы понимаем, что в пророках есть очень много такого образного языка. Иногда это видение, иногда пророк сам становится олицетворением тех процессов, которые происходят на духовном уровне. И через те повеления или даже через судьбу пророка Всевышний объясняет сложные моменты или даже, может быть, не объясняет, а старается, стремится, так можно сказать, затронуть душу людей. И мы часто столкнемся с таким моментом отведения, мы переходим к объяснению тех действий, которые пророку поручено совершить для того, чтобы что-то донести до сыновей Израиля, до тех сыновей Израиля, которые не захотели его слушать, которые не обратили на него внимания семь дней, когда он сидел на площади, по всей видимости, рыночной площади Тель-Авива, сидел пророк, и никто к нему не подошел, не спросил, о чем он думает, о чем он задумался, почему он появился здесь. Хотя он человек, в принципе, довольно известный. И было известно, что он не живет в Тель-Авиве, а живет за его пределами. И вот он вдруг на площади, никто семь дней к нему не подошел. Всевышний теперь велит ему запереться в доме и там дать знаки, которые будут известны через его учеников или через тех редких людей, которые заинтересуются, что же пророк хотел им сказать, куда он теперь исчез, и что он делает в своем доме. В качестве, скажем, в качестве примера, забегая вперед, можно сказать, что пророк часто сам становится своим пророчеством. И это очень характерно и для Иеремиягу, и для Ехискееля. И начинается это с такого первого пророка, скажем, нового времени, как бы можно было сказать, или первого из последних пророков, из Лошеа. Тоже просто поняли, что происходит, мы представим себе, что Всевышний велел Гошеа большому праведнику жениться на развратной женщине, и она рождает ему детей, и этим детям даются имена. Ло-Ами, немой народ, Ло-Рухама, та, которая не будет помилована, мы понимаем, что здесь пророк сам становится некоторым образом. Вот Всевышний хочет сказать, что еврейский народ, он как изменяет ему, как развратная женщина, изменяет мужу, и он, тем не менее, поддерживает с ней брак. А когда рождаются дети, чувствуется какое-то отчуждение, что вроде это дети чужие, поэтому это не мой народ, не тот, кого я помилую. То есть разговор идет очень тяжелый, безусловно, для самого пророка. Он все это переживает, он не хочет жениться на развратной женщине, понятное дело, и он не хочет слышать эти пророчества через его собственную жизнь, о том, что Всевышний оставит народ. Также и в жизни Иискеэля есть очень тяжелый момент. В дальнейшем у него умирает жена, и эта смерть жены становится образом разрушения храма. Как объяснить народу то, что произошло, несмотря на то, что все привязаны к храму, все его как бы очень ценят, и все. Значит, как объяснить им то, что произошло? Произошло что-то непоправимое, ужасное. Разрушилась какая-то связь утраты, которая невозможна в дальнейшем будет восполнить, разрушение храма, как уход какой-то связи между народом и Всевышним, очень тонкой связи по любви, связи, которую трудно будет восстановить, разве только через, опять же, образ воскрешения из мертвых, как бы рождение заново, рождение заново народа и восстановление этой связи. И постоянно-постоянно пророк берет невольно на себя роль такого образа. Тоже самое можно сказать и о Еремиягу. Еремиягу – это вообще какой-то редчайший случай. Всевышний запретил ему жениться. Потому что у него нет детей, это указывает на то, что нет будущего, нет следующего поколения. Как-то, да, в каком-то смысле что-то потом образуется, но приближающаяся катастрофа похожа на какое-то вообще просто исчезновение народа, нет будущего. То есть пророк является образом того, что нет продолжения, нет следующего поколения. Потом находится какой-то выход, потом что-то находится, потом дается образ воскрешения из мертвых, как рождение народа и так далее. Но, видимо, глядя на судьбу человека, на то, что с ним происходит, или на те образы, которые даются через него, и эти образы сопряжены со страданиями, как-то можно донести больше, чем словами. После этого введения давайте мы с вами откроем четвертую главу, откроем с вами четвертую главу и постараемся ее прочитать. Сейчас я попробую поднять то, что нам нужно. То, что нам нужно, четвертая глава. Секунду. Пытаюсь справиться. Нет, все есть. Вот мы с вами так видим, мы с вами видим четвертую главу, правильно? И у нас ничего не двоится, у нас нет двух фацин на экране, правильно? Да. Тот образ, который дается в четвертой главе, и Хискель сам становится частью этого образа, это осада Ирушалаима и разрушение Ирушалаима. Но здесь присутствуют не только физические моменты, не только рассказывается о тех страданиях, которые перенесут осажденные, о голоде, о недостатке воды, хотя и это присутствует. Здесь рассказывается о взаимоотношении Всевышнего с сыновьями Израиля. Здесь возникает, забегая вперед, такой образ, как железный занавес с перегородка, который возникает с разрушением Ирушалаима между сыновьями Израиля и Всевышним, в том плане, что молитвы теперь не доходят, или, по крайней мере, не так доходят, как в то время, когда стоял Ирушалаим. То есть есть не только физические страдания, но есть и изменения в духовном мире. Проблема этого пророчества о разрушении Ирушалаима наглядного изображения осады и страдания осады, скажем, почему возникает это пророчество. Проблема заключается в том, что сыновья Иуды были уверены в том, что даже если враг поступит стенам города и не будет никакой надежды на спасение, небеса не допустят ни осквернения божественного имени, ни таких страданий народа, которые будут при осаде. И будет послано такое же чудо, которое было во времена Хискиягу. Мы помним, что во времена царя Хискиягу, примерно за 150 лет до этих событий, о которых мы говорим, Сан-Хириев, царь Ашура, подошел к стенам Ирушалаима, окружил его, и судьба города казалась предрешенной, и войско Сан-Хириева умерло под стенами Ирушалаима. Все это сохранилось в памяти народа, и такое представление, что ну что угодно, но Ирушалаим не может быть захвачен. И поэтому дается знак, и многие понимают, что пророчество, которое дается со знаком, оно как бы неизбежно должно прийти в этот мир, его очень трудно отменить, потому что оно как бы уже Всевышний показывает, что вот есть что-то в материальном мире, что уже начало реализоваться и приведет к тем, к сожалению, несчастьям, которые выпадут на голову сыновей Израиля. И теперь мы с вами здесь в первом предложении. «А ты, сын человека, возьми себе кирпич из обожженной глины и положи его перед собой, и начерти на нем рисом город Ирушалаим». Мы обычно представляем себе кирпич как нечто маленькое. Здесь кирпич может быть, как объясняет нам Мальбин, очень большим, потому что кирпичи в Бавеле делались не только для строительства стен, но и для их облицовки. Они могли быть очень большими, и на них действительно можно было начертить целую картину. То, что, собственно, и делали, покрывали стены такими пластинами, кирпичами, и вырезали на них рельефы. Вот ты возьми такой кирпич и изобрази город Ирушалаим. И изобрази на нем осаду, и построи на нем блокадную стену, и возведи на нем насыпь, и расположи на нем лагеря врага, и расставь на нем стенобитные машины вокруг Ирушалаим. Если кто-то захочет войти к пророку и посмотреть, он увидит наглядную картину осады Ирушалаима, и это должно было бы поколебать его веру в незыблемость Ирушалаима, в то, что его невозможно, ни один враг не сможет его захватить. А ты возьми себе противень железный и поставь его стеной железной между собою и между городом этим, и обрати лицо свое к нему, и будет он в осаде, а ты будешь осаждать его. И это будет знаком для дома Израиля. Этот пророк железный, он прообраз железного занавеса, выражение, которое всем хорошо известно, какой-то непроницаемой стены. Сейчас пророк, который лежит около этого кирпича, или должен будет лежать около этого кирпича, он образ божественного присутствия, того божественного присутствия, которое оставило город, вышло за пределы города. И более того, между божественным присутствием и городом есть стена, стена непроницаемая для молитвы. Говорят, что с разрушением желаема ворота молитвы закрылись, и остаются всегда ворота слез, то есть молитва такой проникновенной, отчаянной. Она может открыть ворота небес, но в принципе с разрушением желаема ворота для молитвы закрылись. Это не значит, что ни одна молитва не доходит, безусловно, что Всевышний принимает молитвы и так далее. Но это не так, как было, когда стоял Ирушалай, когда стоял храм, который Шламота и построил ради того, чтобы молитва доходила до Всевышнего. Мы помним его речь в тот день, когда божественное присутствие наполняет храм. Он говорит прежде всего о том, что храм – это место молитвы. Об этом говорит впоследствии пророке, то есть не впоследствии, а ну да, если говорить относительно Шламота, то впоследствии говорит пророк Ешаягу. «Кибейти бейт фила и каэли кола амим. Дом мой» – назовется «дом молитвы» для всех народов. Что значит «дом молитвы»? Всякий, кто обращается в сторону Ешелаема, как сказал Шламот, его молитва принимается, и очень часто это чувствуется. Очень часто это ощущается. Теперь это не так. Когда храм разрушен, есть стена между народом и между народом и божественным присутствием в этом мире. «А ты ляг на левый бок свой и перенеси вину дому Израиля на него, то число дней, которые ты будешь лежать на нем, будет нести вину их». Здесь указывается основная вина, основная даже, можно сказать, и вина, и проблема сыновей Израиля. Основная проблема, то, что привело к падению Северного царства и то, что вот сейчас приведет к падению Южного царства, это разделение царства на два царства. Разделение на Иуду и на царство Десяти колен. Понятно, что в тот момент, когда после смерти Саржа, после смерти Шламо это произошло, Единое царство раскололось, то оба царства были обречены, и это был только вопрос времени. Южное царство просуществовало примерно на 150 лет дольше, чем Северное, но и в самом начале было понятно, что оно не сможет устоять, не сможет устоять одно. Значит, самая главная проблема – это разделение народа. И в дальнейшем, в 37 главе, Ехискерин скажет нам, что даст нам знак, или Всевышний даст через него знак, что в будущем этого разделения не будет, оно будет преодолено. Ему будет велено взять два дерева, две доски и на одном написать то, что является символом Иуды, а на другом написать то, что является символом Юсефа и соединить эти дощечки. По всей видимости, произошло чудо, эти дощечки срослись вместе, и это указало на то, что в будущем не будет разделения народа. И действительно, мы с вами видим, что при возвращении с Бавеля этого разделения уже не было. Скажем, как не страшен и как не тяжел Галут, как он не отбрасывает куда-то назад, не отбирает все силы, тем не менее происходит какое-то исправление. И вот этот колоссальный недостаток разделения на два царства, на Иуду и на десять колен был преодолен в результате знания в Бавеле. И здесь у нас дается... Да, может быть, еще что-то стоит сказать здесь. А ты возьми себе, например, тот железный плод, и это мы как бы обсудили с вами, мы поставим между собой и городом, я немножко возвращаюсь назад, а ты обрати лицо свое к нему, и будет он в осаде, а ты будешь осаждать его. Что это значит, ты будешь осаждать его? Тут мы сказали, что сам пророк, он является образом в данном случае божественного присутствия. И Всевышний через этот образ хочет сказать, что он не только оставил город, но он как бы стал на сторону врагов. Есть много Агадот, которые говорят о том, что Иерушалаем невозможно было захватить, и на Мухуднецару очень было трудно сражаться возле Иерушалаема или против Иерушалаема, и только само же божественное присутствие сделало так, что город пал. И вот здесь дается этот образ, что раньше Всевышний был за вас, как вы помните, как вы об этом говорите, чудо спасло вас, Всевышний спас вас чудом. Теперь Всевышний будет на стороне врага, и чудом падет Иерушалай. Обратите лицо свое к нему, лицо Всевышнего, оно может быть обращено для благословения, или, может быть, обращено для наказания. И то, и другое мы находим в Торе. И обращение лица для того, чтобы дать благословение, и обращение лица для того, чтобы истребить и уничтожить. А ты будешь осаждать его. Вот это тот самый как раз момент, о котором мы с вами говорим, что как бы Всевышний осаждает город. Он на стороне врага. Он его и привел. Он ему дал окружить город самым тяжелым моментом в каком-то смысле в нашей истории и началом всех, скажем, в каком-то смысле главным постом считается пост 9 Тевета. 9 Тевета войска Новохудный цар подошли к Иерушалайому и окружили его. Казалось бы, город, в котором пребывает божественное присутствие, как его можно окружить? Как бы оно само по себе божественное присутствие, оно бесконечное, и вдруг подойдет какая-то сила, и оно возьмет в кольцо божественное присутствие. Это казалось невозможным, но это произошло, и это как раз указывало на то, что божественное присутствие вышло из города, оставило Иерушалаем. Этот день читается началом всех проблем, потому что, когда Новохудный цар подошел к Иерушалаем и окружил его, и еще можно было раскаяться, еще можно было обратиться ко Всевышнему с молитвой и услышать слова пророка Иеремияу, который пророчествовал в Иерушалаеме, еще было нам не поздно, и этого народ не сделал, ни царь, ни народ этого не сделали, поэтому 9 числа месяца Тывета считается в каком-то смысле самым проблематичным в нем и самым серьезным постом. В каком-то смысле. Мы понимаем, что, если мы начнем говорить о законах, то окажется, что и Йом-Кипур, и 9-е Аба, они гораздо серьезнее в смысле поста. Но, опять же, я говорю, в каком-то смысле, не во всех смыслах, а в Каутсус 9-й, это очень серьезный день. В этот день был окружен Иерушалаем. И будет это знаком для Дома Израиля. Знаком. Посмотрите, увидьте, подумайте. Подумайте. И здесь мы понимаем, есть, так можно сказать, желание Всевышнего достучаться до сыновей Израиля. Это не слова. Это даже не рисунок. Это знак через живого человека. Знак через живого человека, который олицетворяет божественное присутствие. И здесь еще очень важный момент. Понятно, что лежать на одном боку, мы в четвертом предложении с вами видим, от Иляд на левый бок, слой перенеси ему Дома Израиля, то число дней, которые ты будешь лежать на нем, будешь нести вину. И сейчас мы попробуем обсудить это подробнее. А я определил тебе число дней по годам вины, их 390 дней, и будешь нести вину Дома Израиля. 390 дней нужно будет лежать на одном боку, и закончишь эти дни, ляжешь во второй раз. А теперь на правый бок, и будешь нести вину Дома Иуды 40 дней, день за год, день за год возложил я ее на тебя. Как бы то ни было, мы понимаем, что лежать 390 дней и 40 дней на одном боку, и 40 дней на другом боку, это человек просто страдает и тает без движения, без возможности как-то двигаться. Возможно, что ему можно было вставать, если уже на какое-то время, но это не меняет сути дела. Это очень тяжело. Что тут получается? Что получается? Здесь есть еще очень важный момент, очень важный образ. Здесь, как бы мы говорили, что Ихискель – сам образ божественного присутствия. И здесь говорится, если не напрямую, то как бы подспудно на втором плане, что Всевышний страдает. Всевышний страдает, ему нет никакого удовольствия в том, чтобы разрушать Ирушалай. Ему это больно, ему это тяжело. И как бы страдал человек, который испытывает и трудности осады, и который лежит как бы неподвижно, скован, ничего не может сделать. Вот так же страдает и Всевышний. И тут очень интересный момент. Мы представляем себе, что в принципе у Всевышнего нету страданий. Он находится в мире совершенства. И даже если он связан с материальным миром, он, если так можно сказать, он присутствует и там, и там, он присутствует в мире совершенства. И в принципе Всевышний не страдает. Об этом говорится в главе Ази, но в книге Дворим. Это ли вы причините Всевышний? С вопросом, можете ли вы ему причинить страдания. Но на самом себе очень интересно, что есть вот этот образ страдания Всевышнего. Почему это? Он не страдает, но есть этот образ. Иногда человек должен представить себе, он не знает мира Всевышнего, он не знает идеального мира, он не был там, он не живет в этом идеальном мире, и у него есть обязанность представить себе Всевышнего. Так или нет. Может быть, не материализую образы, но тем не менее представить себе Всевышнего. Вот давайте представим себе, это сильнейший образ, мне кажется так, представим себе Маше, который видит горящий куст, куст, который горит и не сгорает, и Всевышний обращается к нему из куста Маше, Маше, а Маше слышит сначала как бы голос своего отца. Так начинается всегда пророчество. Помним мы на примере Шмуэлю, что когда человек еще не вошел, не поднялся в пророческий уровень, и это, может быть, первое обращение, то обращается к голосу кого-то знакомого Всевышнего. То есть кина, божественное присутствие, начинает рассказываться как через обращение кого-то знакомого и голос отца Амрама, он слышит из горячего куста. Мы никогда об этом не задумывались. Мы можем представить себе, что должен был Маше подумать, что там, в этом кусте, там отец, и он взывает к нему. Потом он понимает, что там божественное присутствие, и понятно, что оно не умещается в этом кусте, это все понятно, что оно не может быть в каком-то замкнутом пространстве, но Всевышний дает ему образ, и через этот образ, как мы знаем, он хочет ему сказать Маше, что если еврейский народ страдает, то и я как бы страдаю. Вот если они находятся в черномом кусте, который как птица, как говорят, что если птица попала внутрь куста и оттуда не выбраться, каждый раз, когда у него колючки направлены внутрь, и каждый раз, когда она пытается вырваться, колючки вонзаются в нее сильнее и сильнее. Еврейский народ находится в таком состоянии, в галучке, из которого он не может вырваться. И я там же, говорит Всевышний, и я страдаю, мне больно. Это не по-настоящему, хорошо, не по-настоящему, но это пророческий образ, который говорит тебе, что ты должен представить себе, что ты причинил Всевышний, что ты сделал Всевышний. Ты не знаешь, как по-настоящему на самом деле. Но если бы Всевышний был как бы частью этого мира, насколько больно было бы ему, вот это ты должен представить себе. Ты в осаде, ты в этом городе, ты страдаешь от этой осады. Всевышний вышел из этого как бы города, но он также страдает, как и ты. Все твои страдания – это его страдания. Он не рад этому. Он не рад этому, он не рад тому, что он вышел из города, то, что между ним и тобой есть этот противень. Мне кажется, что это очень сильнейший образ. И об этом все говорят в Гемаре, ставят этот вопрос. Страдает ли Всевышний? Они приходят к поводу, что «Моя душа будет плакать в скрытом месте», говорит Всевышний. Опять же, правоистский образ. Вы не знаете, что происходит со мной. И я в скрытом месте, я скроюсь. Представьте себе, что я скрылся для того, чтобы я там, для того, чтобы там плакать. То есть здесь очень сложный момент. Человек строит свои отношения со Всевышним иногда через какие-то образы, которые характерны для материального мира. Он может знать, что на самом деле как бы, как мы говорим, что рука Всевышнего на самом деле нет никакой руки. Это некоторый образ. То же самое и здесь. Есть страдания. Есть не только рука Всевышнего, есть не только лицо Всевышнего, есть страдания Всевышнего. И ты можешь знать, что его нет на самом деле, но как образ это тебя задевает. Что бы было, если бы Всевышний страдал. Он бы переживал также все трудности осады вместе с тобой, также как он находился и как бы находился в Египте вместе с народом, который страдает, так же как будто он внутри тернового куста, также он переживает все трудности осады. Ему больно, больно за тебя. и дальше мы пробираемся, как-то нам надо было бы понять, здесь сложный момент, отеляк на левый бок свой и перенеси в виду дома Израиля на него то число дней, которые ты будешь лежать на нем и так далее, будешь нести вину их. Речь идет о Северном царстве, и это число дней придно 390 дней. Здесь есть очень сложные расчеты комментаторов. Я предлагаю простой как бы простой подсчет, очень простой подсчет. И как 390 дней можно определить, учитывая то, что главная вина, как мы с вами говорили, это разделение на царство, разделение на два царства. Сейчас я попробую сообразить, вспомнить. Сейчас. Во-первых, левый бок, почему это дом Израиля в том смысле, что это Северное царство в данном случае, то мы представляем себе, что если стоит человек в Иерушалайе, как бы в центре земли, в том или ином смысле в центре земли, и он повернулся лицом на восток, как всегда делают для того, чтобы сориентироваться, то у него слева будет царство Израиль, а справа у него будет царство Иуды. Это прежде всего это то, что определяет левую сторону, левый бок, и основная вина за разрушение Иерушалайма возлагается на Северное царство, а число дней здесь число нет, можно посчитать так, мне кажется, что самый простой смысл, и его следует принять, потому что он самый простой. Во-первых, нужно учесть, что первый пункт, последние 16 лет правления Слава были не очень благополучными, они уже, как бы, в них произошли события, которые привели к разделению царства в эти последние 16 лет. Опять же, нужно представить себе, что сыновья Израиля, они совершенно как бы не учли того, что царство, что ему принесло благословение, то, что на протяжении 40 лет его правления почти не было войн, это значит, что не погибали десятки тысяч сыновей Израиля не погибали в этих войнах, то, что царство достигло рассвета, и то, что была предоставлена возможность возвышаться духовно, изучать Тору, который сыновья Израиля не воспользовались, все это не было учтено, было только замечено, принято во внимание то, что очень сильный, очень большой налог возложил царь на сыновей Израиля, и часть этого налога, это то, что называется массовед, это обязанность работать, работать на строительстве храма, работать на строительстве городов, укреплять их и так далее, это было замечено, и требования к сыну Раховаму, которые были выданы сразу поисмерчному, это чтобы он облегчил налоги, иначе мы отколемся, отойдем и раскололись и отошли, то есть глубочайшее непонимание таких моментов, глубочайшего непонимания, к сожалению, в нашей истории есть целый ряд, также не поняли пророка Шмуэля, всю, так сказать, выгоду, которую дает правление пророка, когда пророк стоит по главе народа, оттолкнули его, примерно такая же история происходит и с царем Шламо, то есть разделение на два царства, самая главная проблема, и глубочайшее непонимание всего благословения Всевышнего, которое пришло через царя Шламо, при этом 16 лет правления Шламо, там, да, было допущено целый ряд ошибок, которые вот привели к Росковому царству, которое не должно было быть, но, тем не менее, какие-то предпосылки для этого уже возникли, берем 16 лет правления Шламо, да, вот, а дальше мы с вами смотрим, да, что есть 374 года от разделения, да, от разделения царства до от разведения царства, которое произошло в 796 году до этой эры и до разрушения храма, да, 422 год до этой эры, очень легко посчитать, что это 374 года, вот, то есть от разделения храма, от разделения царства до разрушения храма, понятно, что это время греха северного царства, время его вины, то время, которое непосредственно ведет к разрушению ирушалаема храма, и оно привело, несмотря на то, что северного царства уже с какого-то момента, с 586 года до этой эры, несмотря на то, что с этого момента северного царства нету, есть его вина, его вина продолжается, по его вине разрушен храм, так что я предлагаю такой подсчет здесь, последние 16 лет права, последние 16 лет правления шламо, менее успешных, и 374 года, 374 года от разделения царства, понятно, что эти 16 лет надо добавить, а не до разделения царства, значит, и 374 года от разделения царства до разрушения храма, итого у нас получается 390 лет, которые соответствуют тем 390 дням, которые Ихискель должен лежать на левом боку, и я при вот это 390 этих лет это вина северного царства с того момента, когда они задумали отделиться, и после их отделения до разрушения храма, это все годы их вины, я определил тебе число дней, пока на их 39 дней будешь нести вину Дома Израиля, и закончишь не эти ляжь во второй раз, но теперь на правый бок свой, и будешь нести вину Дома Иуды 40 дней, день за год, день за год, возложил я ее на тебя, что же это за 40 лет, что же это за 40 лет Иуды, тут несколько по-другому, тут можно и нужно обратить внимание на то, что Иеремия начал пророчествовать за 40 лет до разрушения храма, все эти 40 лет он обращался к сыновьям Израиля, предупреждал их, и все эти 40 лет пророка не принимали и не слышали, пришли к тому, что отталкивали его, пришли к тому, что бросили его в яму, из которой его потом с трудом вытащили, то есть 40 лет вины Иуды конкретной, как бы непосредственной, это нежелание услышать пророка, который предупреждал, что о разрушении страны, о разрушении храма и говорил о том, что есть выход, есть выход, до самого последнего момента он говорил, что есть выход, мы с вами это еще обсудим, но вернемся к этому. На протяжении 40 лет говорил о разрушении храма и о том, что есть выход, нужно покориться на выходных цару, Тогда будет тяжело, безусловно, но Ярушала им останется стоять, храм не будет разрушен, и будет время и возможность, находясь под чужой властью, перенося множество страданий, раскаяться и выйти из-под чужой власти таким образом, что Ярушала им и храм будут стоять, и можно будет вернуться к прежней жизни, и еще на более высоком духовном уровне. А победить на выходных царах, остаться свободными, имея такой моральный уровень ущербный, который есть в Иуде, это невозможно. Это как бы пророчество Иеремияу. Это 40 дней вины Иуды. Итак, 390 дней с того момента, как Северное Царство, 10 колен, задумали отделиться до разрушения храма, и 40 лет, когда Иуда не слушала пророка. И вот я связал тебя веревками, и не сможешь ты повернуться сбоку на бок, пока не кончатся дни осады твоей. То есть Северное Царство говорит, что он, если будет тяжело, и Хескель захочет встать в какой-то момент, по всей видимости, в какой-то момент он мог вставать. Но, в принципе, если он захочет встать, Всевышний не даст ему встать, не даст ему выйти из дома. Очень тяжело. Допустим, хочется глотнуть свежего воздуха, немножко размять кости, Всевышний не даст. И ты возьми себе зерен пшеницы, и чменя, и бобов. Я хочу с вами добраться до одного момента. Возьми себе зерен пшеницы, и чменя, и бобов, и чечевицы, и пшена, и полбы, и всыпь их в один сосуд. То есть мы видим, что он может вставать там, да, и должен даже вставать. И сделай себе из них хлеб по числу дней, на протяжении которых ты будешь лежать на боку. Триста девяностых дней будешь есть его. Здесь говорится о трудностях осады. Хлеб по такая уменьшенная доза, пайка, которую получает человек. Здесь есть целый ряд подробностей, которые я не хочу, не хотел бы вдаваться, а хотел бы вот с вами сейчас подчеркнуть главное. И пища твоя, которую будешь есть по весу, не будет превышать 20 шекелей на день. От времени до времени будешь есть ее. То есть не будешь есть тогда, когда ты голоден, когда в установленное время, в установленное время будешь брать пищу, так как человек, который знает, что у него нету достаточно еды. И она ограничена в очень малой мере. И воду меруешь будешь пить, по шестой части гина от времени до времени будешь пить. Не только еда, естественно, как посаде не хватает и воды. И вот теперь такой взрыв, я бы сказал. Взрыв, который имеет отношение не только к поколению Ехизгеля, он имеет отношение к поколению, ко всем поколениям сыновей Израиля. И как лепешку ячменную будешь есть это, и на испражнениях человеческих будешь петь ее на глазах их. Тут что имеется в виду в осаде? Не хватает не только пищи и воды, не хватает и топлива. Вот уже кончились и дрова, и хворост, и солома. Все, что можно только было бы жрать, солому, наверное, не жгли, ее старались съесть, наверное, как-то варить. Но в любом случае все топливо кончилось, на чем готовят то, что есть. На испражнениях животных тоже уже не осталось. Значит, человеческие испражнения, они идут как топливо. Не очень приятно говорить об этом, но и тема-то тут сама не очень приятная. Но здесь вдруг, как это часто бывает у Израиля, вдруг от одного образа, от тяжести осады, вдруг переходит к какому-то совершенно более глобальному образу, более глобальной картине, более глобальному получению. И сказал Бог, так будут есть сыновья Израиля хлебных, нечистые среди народов, там, куда изгоню я их. И тут мы понимаем с вами, почему очень часто уходят от изучения пророков и почему даже когда берутся за пророков, закрываются от их глубокого понимания. Здесь говорится прямым текстом, ваша жизнь в Галуте – это как еда, как еда пищи, приготовленной на человеческих испражнениях, пропавшей, пропитанной запахом этих испражнений. Это ваша жизнь в Галуте. И человек может возразить и сказать, это что же такое, я прекрасно устроен, я живу, у меня золотые унитазы, у меня дворец, я здесь живу. Кто это мне сказал, что это жизнь в Галуте, это какое-то несчастье, что-то отвратительное, неприемлемое для разума, похожее на еду, пищи, приготовленной на человеческих испражнениях, если вообще не еда человеческих испражнений. Что это вы мне говорите? И тут ответ очень простой. У человека, который уходит от духовности, у него есть два пласта. У него есть плац материальный и у него есть плац духовный. Душа никуда не делается, просто связь ее с телом, с материальным миром, она какая-то на уровне подсознания проходит не сознательно, не на уровне подсознания. И в таком случае человек может жить во дворце, и у него могут быть золотые унитазы, но душа его страдает. И он должен знать об этом, что душа его страдает. Это не может не отражаться на его бытие, на его сознании, на его спокойствии. Каким-то костным образом это отражается в его жизни. Но душа конкретно страдает. Страдает в Галуте, в изгнании душа любого еврея, как похожим образом на того человека, который едет спичи, приготовленную на человеческих испражнениях. Здесь я поставлю точку, пожалуйста, можно задать какие-то вопросы, я могу пытаться ответить, если есть соображения, замечания и так далее. Все принимается, пожалуйста. Я, наверное, отключу share, и мы с вами сможем видеть друг друга, я смогу вас видеть. Да, пожалуйста. Если что-то хочешь спросить, то пожалуйста. Самое время задать вопросы. Наверное, все так ясно. Его требует обдумывания, что тоже разумно. Его требует обдумывания. Поэтому мне представляется, это один из моментов, один из моментов, только один небольшой, может быть, даже небольшой момент, который доказывает нам, что изучение пророков крайне важно. Это приемлемо, это неприемлемо для тех, кто живет в их знании, остается в их знании. Это должно быть озвучено, как сказано в Искеле, чтобы знали, что был пророк среди вас. Чтобы знали, что, как Искель в дальнейшем говорит, сравнивает жизнь в Галуте с городом, в которых живут сыновья Израиля. Не сравнивает, не приведи бог с могилами, и говорит, что Всевышний открывает эти могилы, а потом подъездная поднимутся из этих могил или нет. Непонятно, люди примут ли этот образ или нет. Но это должно быть озвучено. Это должно быть понятно, что это было произнесено в какой-то момент истории. И не просто человеком, а человеком, на котором пребывает божественный дух. Вот это, скажем, да, Тора нам это не скажет. А пророки, они доведут все до какой-то конкретности, образности. И иногда поставят нам прямо зеркало перед нашим лицом. Хорошо. Ладно, если нет вопросов, то мы тогда с вами здесь остановимся и, надеюсь, навстречу в следующий раз в Йом-Хамиши. Мы с вами еще перед Швотом, правильно? Да. Да. Так что можем встретиться, правильно? Да. Спасибо. Прошу прощения, хочу внести маленькую поправочку. Вы оговорились, сказали пост девятого ТВ-та, пост семнадцатого ТВ-та. Разве нет? Семнадцатого это Томуза, а мы говорим о месяце ТВ-та. А, да-да, зимний, да. Ради бога, все очень хорошо. Ну, лучше так, чем вообще просто молчать. Хорошо. Ладно, спасибо большое за внимание. Спасибо вам. Если кого-то огорчил, то это не я, это пророки. Спасибо. Все претензии к нему, пожалуйста. А я жду следующей встречи с вами. Спасибо, Рады Юрьевич. Хороших новостей, доброй недели. Всего доброго. Всем счастливо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok